итак господа хорошие мы переходим к лопаточной нашей зоне вот провели от поясницы до широким вот таким хватом всю эту область мышечную подали ее в кулачок и начинаем сразу разминать пиццевидную мышцу размяв ее потом добавив движение шестеренки захватываем плечо а в этот момент второй рукой подкладываем руку вот сюда на поясницу слишком высоко загибать ее не нужно будет болезненно у некоторых рука не гнется из-за того что плечо или суставы поражены то тогда насколько получится где то вы рукой себе поддерживаете да где-то можно в каких случаях на стол и упустить или у кого вообще не сгибается вот так и держать да то есть это рукой мы только придерживаем чтобы она не сползла а вот сейчас будем той рукой которая непосредственно ближе к нашей лопатке да но поскольку человек здоровый я рекомендую все таки вот повыше поднимать вот так при этом чуть наклонив лопатку ой наклоняем локоть до лопатка ведь при этом отходит больше шире вы сможете залезть в нее глубже а вторая наша рука покоится на крестце таким образом мы заодно еще и расслабляемся сами то есть мы облокотились на крестец да и у нас отдыхает наша спина пока работает одна рука значит здесь но опять же растираем стираем плечо межлопаточную зону под лопаткой мы до этого в принципе стирали да поэтому тут просто немножко добавить вот и добавляю растирание еще вот этим вот этой косточкой большого пальца дополнительно также вот движение видите я стараюсь вести от центра к периферии то есть мы усилие идет туда под лопатку растерли сразу же тут же переходим на локтевую технику опять делаем вот эту вот спираль то есть я иду вот так вот разжимая декомпенсируя межпозвоночное сочленение до выше дохожу до сюда и уже отодвигаю сама лопатку живодействие на лопатку в обратную сторону таких подходов можете сделать сколько угодно раз но достаточно как правило двух раз два стараемся вот эту тапецвидное мышцы захватить еще локтем также и вниз отжав и вверх приподняв это отодвигаем вниз и вверх приподнимаем это уже бывает достаточно и в этот момент пока мы так вот работаем да мы продолжаем раскачивать позвоночник всего человека то есть помните в противофазе да в данном случае у нас работает наш локоть иногда достаточно вот у человека защемления в пояснице достаточно его уложить просто животном вниз и попросить самому покачать либо ему покачать вот так легко тут самое важное в этом движении то есть само это движение уже помогает уже идет раскрепощение уже видит облегчение здесь самое главное не напрягать мышцы бедер да не за счет мышц качаться а именно вот покачивая так легко стараться расшатать вот эти вот поясничные 4 или 5 соединения в данном случае мы это все делаем достаточно быстро оперативно прямо во время массажа то есть пока локтем дело вот так куда вторая вот так вот видите также в противофазе также я продолжаю его покачивать это достаточно приятно клиент даже не заметит что у него специально раскачиваете вот потом прожимаем некоторые точки акупунктурные я мог поподробнее покажу сейчас то просто завершу вот этот блок наших приемов и отодвигаем лопатку можно дальше при хорошей гибкости людей туда вот у меня иногда заходит чуть ли не четыре пальца сразу под лопатку опять же берем теперь кулачок и вот этим мышцами проигнаем от центра к периферии видите от центра к периферии а второй руку видите я покачиваю как бы получается в такт движения идет постоянная раскачка нашего позвоночника поэтому у нас массажная техника называются мануальными проходим вот эти точки вот и бывает достаточно болезненно эта группа мышц идет вот отсюда те же самые трапециевидные мышцы это здесь по диагонали они уходят под лопатку как правило бывает спазм здесь не больно спрашивать у клиента больно не больно терпимы ему или нет продолжать это некоторые просят не надо говорят очень больно а некоторые говорят о кайф давай еще прям с таким вдохом удовольствия эти места прямо вот иногда некоторым так хочется чтобы их потерли размяли вот и когда мы размяли мы полностью снимаем напряжение вот сюда в подмышечную впадину то есть легко захватываем всю лопатку всю нашу зону где мы разогрели разогнали кровь да и будем и вот сюда вот сюда под лопатку подмышку вернее и плавно переходим к заключительному этапу со всей спиной размяли вот если помните мы до этого разминали вот так а теперь то же самое движение мы делаем вот этими частями нижними частями ладони это конкретно непосредственно здесь для чего для того чтобы потом перейти опять волоку леопарда и опять лифу отогнать вот сюда межреберные сочленения тоже утра шатать это борьба с межреберной невралгией с мышцами которые держат ребра все это вот растрясли и заканчиваем данную область в принципе любую область мы можем таким же заканчивать когда мы просто простукиваем ягодицы по вот этим мышцам крупным широчайшим мышцам спины при этом как бы вот эта область где почки мы чуть-чуть промахиваемся не сильно удаляем а вот здесь середина спины особенно выгнута или сутула когда на случай да тут можно прям посильнее вот такие вот молоточки делаем значит здесь чтобы проделать упражнение ваша рука не должна быть жестко как сильный кулак да то есть мы не бьемся все силы соседуем мы не боксом занимаемся иногда полезен просто чтобы рука была немножко раскрыта такой полу кулак да или зажатый движение такие вот лески ставлены некоторым очень нравится такое движение приема не говорит ой как сладко получается давно не простукивали и заканчивая ведь как я вот такое дело движение пальчики чат друг от друга эффект стробоскопа тковица получается приглашают нашу клуб поработать стробоскопом перед лампочки постоять перед софитами ну шутка конечно и простучим опять же здесь прошли здесь прошли все уже на котором мы работали прошли и такие эффекты сотрясения сотрясли потряхли потрясли все дали понять что мы с этой зоны закончили дали переходим теперь в другую зоне человека вот на этом пока мы остановимся в следующем видеоролике смотрите еще кое-что интересное